Редкие растения и животные, уникальные находки археологов и новые открытия в геологии. Всё это огромные богатства Эльменского заповедника. Это единственное место в мире, где на площади в 300 квадратных километров рассеяны 268 видов минералов. Так, из необычных находок здесь обнаружен один из редчайших ювелирных камней – чёрный звёздчатый корунт. А если присмотреться, то на поверхности каждого кабошона можно увидеть звезду, шестилучевую. Фактически три луча пересеклись в одной точке. Это крайне редко встречается в природе. На территории заповедника разработано более 400 копий. Определено 70 горных пород, а открыто порядка двух десятков минералов. Многие образцы заповедника хранятся в постоянной экспозиции Зала природы Государственного исторического музея Южного Урала. История изучения Эльмен началась более 200 лет назад, когда в лесах у Эльменского озера был найден небольшой камешек, как тогда говорили, чистой воды. Камень оказался топазом – одним из самых дорогих и модных в то время самоцветов. И началась каменная лихорадка. В 1912 году группа учёных во главе с академиком Владимиром Вернацким пытались добиться запрещения частным лицам проводить в Эльменах горные работы. Но лишь 14 мая 1920 года южная часть Эльменских гор была объявлена Минералогическим заповедником. Спустя ещё 20 лет ему было присвоено имя Владимира Ильича Ленина. А возле музея появился соответствующий монумент.